Привет из прошлого. После неудачного эксперимента с подопытным Мухадин я сначала решил закончить. Но сегодня я нашел еще два подопытных. Один из которых пойдет на пересадку, а второй останется на месте. И посмотрим, кто из них быстрее вырастет. Вот то место в лесу, куда я положил землю с дачного участка взамен грибной земли. И вот рядом с этим местом растет еще один гриб. И слева еще один. Скорее всего, вот этот я возьму и пересажу на дачу, потому что он находится прямо на дорожке, его могут растоптать. А вот этот я прикрою и будем за ним следить, как он будет расти. На этот раз кусок земли я выкопаю побольше, на две лопаты по ширине. Вот так у нас на участке появился еще один гриб. А в лесу появился еще один кулачок травяной земли. Итак, начнем эксперимент. День первый, 14 августа, 11.45 утра. Подопытный мух-2 пересажен с огромным куском земли. Земля сухая. Я не знаю, нужно ли ее немного подмочить или оставить так, как есть. Будем следить также за грибом, который остался в лесу, и сравнивать их рост. Также подопытного я прикрыл железкой, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи, так как в лесу солнце проходит сквозь ветки деревьев. Второй день эксперимента. 9.44 утра. Первым делом я отправился в лес посмотреть на гриб, который растет здесь. Рост явно выражен. Гриб на вид крепкий. Ну, я думаю, надо оставлять. Будем смотреть, что с ним произойдет завтра. Пациент мух-2. Также чувствует себя неплохо. По-моему, даже есть прогресс роста. Во всяком случае, шляпка треснула. Значит, ножка растет. И это неплохо. Третий день эксперимента. 16 августа. 9.55 утра. Я в лесу. И, к сожалению, обнаружил, что подопытного лесного кто-то нашел. И, собственно, срезал. Или забрал просто. Вот это место, прикрытое палочкой. Здесь, к сожалению, гриба уже нет. Но где-то здесь, кстати... А вот рядом, оказывается, рос еще один малыш. Вот такого размера вообще. Малюсенький. Это было ожидаемо, что кто-то найдет этот гриб в лесу. Но здесь растет еще один. Но этот я возьму с собой. Удивительная вещь природы. Как вот растут грибы. Один вверх, другой вбок. Фантастика. Самое обидное, что мой гриб сорвали. А вот этих красавцев, которые рядом стояли, не тронули. Но вернемся к подопытному мух-2. Прогресс незначительный, но присутствует. Явного роста у него нет. Но какие-то изменения точно появляются. Продолжаем наблюдение. Пятый день эксперимента. Четвертый пришлось пропустить. Я отъезжал. Давайте посмотрим на гриб. Подопытный мух-2 выглядит довольно печально. Но он немножечко подрос. Но на ощупь, на ощупь. Ножка очень мягкая. Мне кажется, что дело идет к погибели. Сейчас я отправлюсь в лес, посмотрю на других. А вот это место с двумя подосиновиками. Которые один рос вверх, а второй вбок. Кто-то его нашел, который рос вверх. Он явно крупнее стал. А вбок он как-то не очень охотно растет. Поэтому его либо не заметили, либо специально оставили довыращиваться. Шестой день эксперимента. Ну, с подопытным все то же самое. Он потихонечку отходит в почву, так сказать. Вот так он выглядит. Ничем не отличается от вчерашнего дня. Все такой же мягкий. И не растет. Ну что, подведем итоги. Второй эксперимент прошел более чисто, чем первый. Гриб поначалу пытался подрасти, но в итоге превратился в кашу. Кстати, то же самое произошло и с маленьким грибом, который рос вот так вот наискосок в лесу. Он тоже не вырос. Юмь мне с самого начала сказала, что у меня ничего не получится, потому что грибница это организм, а гриб своего рода прыщ на этом организме. И попытка пересадить прыщ с одного организма на другой, ну, ничего не даст. Попытка была не пыткой. Поэтому, хоть и гриб разложился в этом месте, я надеюсь, что он оставил начало, положил начало, может быть, грибнице новой. На этом я подобные эксперименты с грибами заканчиваю. Вам спасибо, что смотрели. Всем пока.